друзья всем привет ну вот появилась у меня возможность поснимать так сказать инструмент это sata лежат просто для косвенного сравнения сравнивать мы будем 4000 sata 5000 sata и вата пенинфорийного с 400 и вата lph 400 и мне пришел flg5 de wilbis просто показать вот я его взял под грунт flg5 с дизо 1.8 сейчас мы их разберем посмотрим чем они отличаются внутри расскажу свои мнения по поводу того что как лежит в руке и такое самое интересное это мы их взвесим давайте начнем с четырехтысячные sata то есть что вроде как бы такое не глобально важно но все равно если отличие там 100 150 грамм наполнечки это ощутимо на руке 400 почти 80 думаю записывать не будем 5000 516 все пистолеты без бачков с накрученными штекерами и со снятыми редукторами чтобы было объективно так там был 516 тут скажем так не глобально до 492 то есть там 20 грамм но разница между четырехтысячные пятитысячные приличная хотя пятитысячные более новой модель lph 400 387 а вот это уже ощутимо в руки и flg 5 но без сносика этого добавим там 6 грамм 460 удивительно то есть грунтовочный пистолет дешманский его комплектация была бачок редуктор редуктор обычный китайский но тем не менее шел в комплекте и фильтр на ручку пистолета тоже кинули в подарок 136 евро вместе с доставкой приятно им один раз поработал уже мне понравилось просили там рассказать что там о нем топорного не топорный но внешне он прям такие топорности никакой не видно да есть вот такого рода грехи в исполнении корпуса что-то тут непонятно что у них происходило конечно не такой он красивый внешне на не такое покрытие у него супер там пупер но за свои бабки знаете он вполне вполне продаются модели и 1.3 и 1.4 и 1.5 дюза что меня удивило что вот эта вот шайба не имеет кольца именно в этом пистолете и его можно вот так вот разобрать да дешман пистолет но кстати знаете что я заметил довольно таки удобно так мыть поэтому для начала если кто-то там ищет бюджетный пистолет если в этой категории цены вы его найдете да там 130 евро 100 там 140 евро берите распыляет он ровно хорошо я сейчас не буду делать именно тесты пистолетов на распыл на факел и так далее нет возможности мы сейчас это сделать но за свое он работает лучше взять его чем какой-то китай как по мне давайте так чисто внешне покажу какой-то китай это сад аджет древняя наверное как чё-то мамонта сделано в германии в этом не сомневаюсь имеет свой номер посмотрите внимательно на это кто хоть раз держал какой-то там китаец в руках тот увидит с ним сходство такие дела так сейчас будем его сравнивать потом как он лежит в руке так такое чисто мое косвенное мнение до назовем его так это вот это вот изгиб вот это вот рукояти когда мы укладем в руку не знаю как как другим там может у кого-то лапа чуть чуть меньше чем у меня но моей лапе он лежит неудобно открашиваешь буквально там один-два элемента это я вот делал два элемента два бампера и мне он тут нажимает надавливать прямо сравниваем берем с той же и ваты которая лежит в руке и она мне тут просто делает как бы ну форму что ли не знаю не мне ограничивает а просто показывать где у меня заканчивается рука это же зараза меня ограничивает складываем их вот этой полка одинаково и смотрим насколько по высоте отличается его то от сад и и насколько отличается вот этот вот радиус именно вот этот радиус не нажимает мне на руку здесь он нажимает сейчас непринимаемого внимания вес и все остальное это просто удобство в руке у 5000 саты ничего не поменялось давайте с пенинфорийный сравним то есть 5000 с 4000 сатой в принципе внешне выглядит одинаково только тут допустим есть манометр в ручке но это комплектация такая то же самое изгиб радиус от этого изгиба высота этого изгиба дает удобство в руке почему я говорю когда берешь и вату в руки она лежит берешь сату в руки у тебя руках не привыкает причем привыкает через боль что называется как-то не по мне из того что удобно в сайте это вот эта вот штука под рукой все не надо вторая рука чтобы отрегулировать факел что-то там где-то проемчик там полем и так далее это плюс сати но минус сати как по мне это слишком вот буквально его чуть коснешься все факты уже раскрывается да не могу у его ты надо крутить дольше гораздо и факел постепенно меняется плюс это или минус ну решать каждому теперь давайте разберем их посмотрим что же у них тут глобального отличия сата между сатой к примеру и вата между и ватой и друг между другом так но по головам это это хвал пешная голова сейчас постараюсь как-то так показать то есть разница между хвал п и рп башкой в количествах отверстий их расположениях и так далее ну юзы в принципе одинаковые у них есть плечики какие-то пластиковые не знаю нафига не это сделано неужели нельзя сделать плотность прилегания чисто металлом видно что серебро не отмытое кто-то красил не отмыл так внешне вроде бы они одинаковые смотрим так ну жуткого различия я не вижу по корпусу блин да одинаковые тут на 4000 на спина чуть шире из того что ощущается а так все на тех же местах расположена крючки курки то есть все одинаково очень туго нажимается курок на сатах то есть что на одной что на другой туговато по сравнению с ватой туговато ну вот не то что там не хватает идем дальше но его ты я вам показывал у его от основной секрет не в башке а в дизе то есть вот это под лак вот это под базу ну назовем и так под базу и под лак этот пистолет это это хорошо бьет вот этот пистолет базу не бьет в с именно в с 400 лс бьет тут не в башках дело а дело в дюзах вот в дюзах основной прикол и ваты корпуса у и ват абсолютно различаются друг от друга то есть их не перепутаешь дюзы в принципе как я пробовал дизу 1 и 5 hd вот это вот вставлять корпус пашки скорость увеличивается по нанесению именно на лаке базу я не пробовал наносить дизу один из 5 hd вот основной секрет и ваты это вот в этой разрезном разрезном кончике он делает очень хорошую предатомизацию то есть материал уже на выходе из этого сопла разбивается мельчайшим потоком воздуха тут и потом добивается уже самой башкой и это дает возможность на более низком давлении качественно разбивать материал тем самым экономия воздух поэтому у его ты расход воздуха меньше чем мусата хотя как-то там 5000 добили что она на низком давлении в принципе нормально разбивает так это суда это суда давайте также открутим девил без чем тебе откручивать перед с универсального этого не подходит ни один ключ я еще не разбирал дэвил без не смотрел я вот так промыл в драстры кстати в каком-нибудь из видео покажу что такое драстр интересно где за такая глубокая зараза мытью неудобно будет все примитивно просто никаких резинок тут нет а нет я вам соврал есть резиновое колечко знаете они сторонник всяких вот этих резиновых колечек соединений и так далее потому что они не сказать прям недолговечны но все равно имеют свойства разрушаться портится их надо будет менять давайте возьмем вот так вот флагманы пятитысячная в с капель инфарина смотрим вовнутрь в ску там нет никаких пластиковых смотрим сюда у нас со входа пластик я уверен что там еще этого пластика хоть попой кушай выводы каждый сделает сам не буду никого ни на что подталкивать потом но это сата 100 бэшка с дюзой 2 с чем-то там по моему ну дюза тут очень мощная блин этим пистолетом вообще пользовался кто-нибудь к сожалению сейчас не раскручу наверное чтобы показать потому что кто-то завернул иглой она там прилипла вот такие из дешевых серий sata допустим вот этот 18 рпшка под грунт хорошо себя показывает давайте глянем сколько она весит а весит она сколько 447 грамм по весу в принципе нормально недалеко ушла от своих главных братьев такие вот дела что еще что еще в них можно сравнить вес сравнили начинку сравнили качество нанесения глобально от пистолета не зависит я могу что сатой положить лак что и ватой что вот этим вот бревном назовем его так из этой линейки положу я лак так как я захочу то есть это глобально зависит не от пистолета от пистолета у нас зависит то насколько он в руке лежит хорошо удобно устает ли рука при работе с ним да собственно и все устает ли рука при работе с ним и насколько удобно им работать а то как будет сделан результат выглядеть это зависит уже от самих рук на этом все делайте свой выбор сами никто вам кроме вас самих не скажет какой вам пистолет подходит больше всего поэтому если есть возможность тестируйте пробуйте сравнивайте и тогда вы сами найдете свою золотую середину ну а для тех кто начинает из действительно то что можно порекомендовать это дешевый девил без флбшка многие у меня спрашивают по поводу него пока его сам в руке не подержал я вам не сказал я им поработал и говорю для начала стоит взять лучше чем по крайней мере волком волком или что-то там какой-то слим у которого даже выбор дюйс нету кстати дайте сравним по высоте ноги даже надавил если высота вот это для руки удобнее чем на сайте все не будем срач разводить срач можно там в комментариях разводить я его поддерживать не буду всем пока